1 декабря во дворце спорта «Видное» состоялся кубок губернатора по воркауту. Региональные соревнования по уличной гимнастике, как еще называют это молодежное спортивное направление, проводились впервые и собрали участников из различных уголков Подмосковья. А профессиональные воркаутеры из России, Украины, Латвии, Испании и США порадовали зрителей показательными выступлениями. Что это за вид спорта, как начать им заниматься и что для этого нужно, выясняла Татьяна Акимова. Воркаут – одно из модных направлений в уличном спорте. Оно зародилось совсем недавно, но уже стало очень популярным благодаря своей демократичности и доступности для всех желающих. Это спортивное движение универсально. Нет возрастных ограничений, занятия не требуют никаких денежных вложений. Обувь и одежда для воркаута может быть любой, главное, чтобы она не стесняла движений. А тренировки можно проводить и на спортивной площадке рядом со своим домом, и в спортзале, и в собственной квартире. Воркаут позволяет совершенствовать свое тело без каких-либо сложных тренажеров. Максимум – турник и брусья, но можно обойтись и без них. Это как смежная дисциплина, это тренировка с весом собственного тела во всех условиях. То есть, где бы вы ни находились, вы можете тренироваться где угодно, когда угодно, при любых обстоятельствах. Преимущественно, это, конечно, силовые виды тренировки, различные отжимания, силовые подтягивания. Основу воркаута составляют отжимания, подтягивания и приседания. Но если обычные варианты выполнения этих упражнений можно назвать классикой, то воркаут предлагает абсолютно новый подход с элементами гимнастики и акробатики. Что и продемонстрировали участники соревнований на кубок губернатора Московской области, который прошел в Дворце спорта «Видное». Ленинский район представлял Даниил Трофименко. Воркаутом начал заниматься полтора года назад, а привлекла его именно доступность этого вида спорта и полная свобода выбора как времени тренировок, так и самой системы. Турник всегда рядом, в Руси я тоже в любое время вышел, позанимался. Воркаут движения молодое и соревнования такого уровня в Московской области проводились впервые. Поэтому и участников пока было немного. Но толчком для развития уличной гимнастики послужит то, что летом в области появилось 14 спортивных площадок, подходящих для занятий воркаутом. Возможно, одна из них скоро будет и в Видном. Важно, чтобы инфраструктура наших дворов улучшалась исключительно под развитием массовых хороших дел. Это и детские городки, и площадки, и спортивные снаряды. Это, собственно, все то, что делает город и интересным, и комфортным для проживания. А наших ребят мотивирует на занятия спортом. Первый опыт проведения соревнований по воркауту в Видном оказался успешным. Кроме того, в нашем районе уже работает программа «Дворовый тренер», представленная на праздновании Дня города и района в прошлом году. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно наш город выбран столицей воркаута. Мы договорились с главой Ленинского района, Сергеем Николаевичем Кошманом, о том, что и подобные фестивали, финалы этих фестивалей будут проводиться у нас в Видном, в этом замечательном дворце спорта. Он действительно замечательный, потому что не заметить его невозможно. Находится в отличном состоянии, это правда. И мы будем проводить и летний кубок на улице, и зимний кубок здесь, в этом зале. Поэтому у нас уже есть поступательные шаги, и видите, уже есть желающие получить этот фестиваль в свой район. Это здорово. Что ж, до летних состязаний есть время, будем готовить своих чемпионов.